Всем привет! Меня зовут Настя, и на этом канале я выполняю заказы в лайф-режиме, рисую логотипы и другую графику. В этом видео я покажу выполнение заказа с самого начала и до конца. Ты узнаешь, как общаться с заказчиками, какую базовую информацию у них узнавать, например, при создании логотипа, и остальные интересные и неожиданные нюансы, которые могут возникнуть в течение выполнения заказа. Я буду очень благодарна, если ты поставишь лайк и подпишешься на канал, если еще не подписан. А для тех, кто хочет научиться разрабатывать логотипы и начать зарабатывать на своем любимом деле, я напоминаю о том, что мне вышел обучающий видеокурс «Разработка логотипов с нуля», который длится более 7 часов с домашними заданиями и последующей поддержкой в чате Телеграм. Это бодрый, не нудный видеокурс, в котором я рассказываю все основы графического дизайна, которые необходимы для работы. Ссылку оставлю под видео. Ну а теперь давайте выполнять заказ. 5 июля мне написал заказчик, которого зовут Виктор, которому нужен логотип для пиццерии. Он не знал, нужно оставить две буквы «К» в названии «Николас» или же одну, или вообще просто написать «Николас Пицца». Также уточнил 5000 рублей, стоит ли у меня логотип, и через сколько будет готово. Я ответила, что считаю, что более выигрышно будет звучать название «Николас Пицца» с одной буквой «К». Потому что людям будет проще запомнить и не ошибиться в том, что в названии две буквы «К». Я ответила заказчику, что я предоставлю за 5004 варианта логотипа. Вы скажете, что вам понравится больше, а что меньше, и будем работать над выбранным логотипом. Также выполняю заказ необычно за двое суток. Далее я спросила у заказчика, какую цветовую гамму он бы хотел видеть на логотипе. И есть ли индивидуальное пожелание насчет оформления. Например, у меня заказали логотип для пиццерии и просили ни в коем случае не рисовать треугольный кусок пиццы. На что заказчик мне ответил, что он как раз, наверное, хотел, чтобы там была изображена пицца. Не хочется видеть никаких животных, типа птиц и так далее. Хочет видеть на логотипе название и изображение пиццы, целой или одного кусочка. По цветам хочу вам довериться. Затем я по освоению аккуратности раздала чайный ноутбук и мне пришлось дать его в ремонт. Поэтому я ответила заказчику где-то через 4 дня. Добрый день, извините, пожалуйста, бла-бла-бла. Если заказ еще актуален, оплатите, пожалуйста, 50% и я приступлю к работе. Заказчик ответил хорошо, без проблем. И он отправил мне не 50% в 2500 рублей, а отправил сразу 100% сумму в 5000 рублей. На что я написала спасибо за заказ и доверие, потому что очень редко заказчики отправляют сразу 100% сумму. И пообещала, что сегодня вечером логотипы будут готовы. Если еще появятся какие-то пожелания, пишите, буду на связи. Затем у заказчика появилась идея. И он попросил меня один вариант логотипа сделать, типа что-то такое, как будто пицца едет на машине или на скутере, или на самокате. В общем, показать, что есть доставка. Я написала, да, конечно. Затем у заказчика еще появилась идея. Он написал, что хочет третий логотип с иконкой геолокации, но ее нужно совместить с пиццей, кусочком или с целой. И я написала, хорошо, сделаю. Также я решила спросить, хочет ли заказчик объемную пиццу и вообще с тенями, с бликами логотип, или хочет что-то ближе к минимализму. Он ответил, что ближе к минимализму, но чтобы не совсем был треугольник и все. И шрифт хочется не серьезный, а легкий, простой, немного детский, но без перебора. Затем мне пришла идея, что может быть изобразить какого-нибудь повара или другого персонажа на логотипе. На что мне заказчик ответил, что об этом он думал. Сначала хотел, а потом перехотел. Сказал, что это будет лишним. Пускай будет просто пицца. Хорошо. Пожелание заказчика для нас закон. Будем делать только пиццу. Открываем программу Adobe Illustrator, нажимаем файл New и создаем файл 1920х1080 и цветовую настройку выбираем RGB. Нажимаем Create Document и начинаем работать. Вы можете видеть на своих экранах, как я рисовала скетч к логотипам. Первый логотип я сделала со скутером. Изобразила вот эти вот линии, как будто скутер спицы в движении, то есть скорость до порыва ветра. Далее мне понравился шрифт, которым я написала Никола Спица, в котором я сразу увидела, что две буквы О и посерединке Л напоминают личико. И я решила добавить глазки. Я сделаю вариант с глазками и без. Посмотрим, что скажет заказчик. Может быть, он скажет, что это детская задумка. И ему понравится логотип без глазок. Поэтому я оставлю два варианта. Далее я нарисовала логотип с иконкой геолокации, посередине которой я поместила один кусочек пиццы. И по кругу значка геолокации разбросала грибочки, колбаску, специи и так далее. Мне кажется, это будет смотреться интересно. Но третий логотип я нарисовала от себя. Оставила 50% от пиццы, нарисовала половинку ее. А также написала рукописным шрифтом название Николас. Посмотрим, что выберет наш заказчик. Давайте приступать к отрисовке в программе. Копирую свои эскизы логотипов и Ctrl-V вставляю на рабочую область в иллюстратор. Начнем, пожалуй, с этого варианта со скутером. Растяну его побольше. Хочется что-то аппетитное. Аппетитное это у нас теплые цвета. Оранжевый, какой-нибудь желтенький. Также хочу добавить коричневый. Теперь я выбираю инструмент Pen Tool. Можно также нажать на клавиатуре клавишу P. И просто ставлю точки. Затем я их буду деформировать, скруглять отрезки и так далее. Теперь я воспользуюсь инструментом Pen Tool. Кликну на третий инструмент сверху. Либо на клавиатуре можно нажать английскую букву P. Начинаю ставить точки. Затем я их буду деформировать. Пока что просто приблизительно отмечаем себе, как будет выглядеть скутер. Зажимаю Shift, чтобы у нас линии не соскакивали, не были косыми, вниз или вверх у нас деформировались. А с Shift у нас никуда точка не денется. Она будет параллельно идти вот этой точке. Так, слишком высоко поставила. Так, ставим точку. Затем изображаем дугу. Но я затем ее тысячу раз исправлю. Так, здесь у нас будет как бы идти от сидушки такая дуга. Затем нам нужно опустить вниз. Сделать место для ног, куда ставить на скутере ноги. Так, возвращаемся к первой точке. Ставим ее где-нибудь здесь. И рисуем руль. Вот, чтобы у нас такая дуга не тянулась, нам нужно зажать Shift и кликнуть в последнюю точку левой клавиши мыши, чтобы закрыть как бы направляющую и потянуть линию дальше, куда нам нужно. Теперь я выбираю инструмент Enhort Point Tool. Либо можно нажать Shift плюс C. И теперь исправляю линии, которые мне нужны. Вот, например, вот эту я тяну. И вот так она у меня закругляется. Здесь у нас якобы светит фонарь. Фара, точнее, нашего скутера. Здесь у нас будет колесо. Здесь тоже хочется немножко потянуть вот сюда. Но только вверху. Может, нам даже точку подвинуть. Кстати, хочу этот угол сразу закруглить. Нужно кликнуть в угол и потянуть за вот этот манипулятор кругленький. Мне, если честно, не нравится, что вот эти вот точки создают какую-то, да, худость для скутера. Мне нужно, чтобы он был более широкий. Поэтому вот эти точки я отмечаю и переношу влево. Вот так. Но теперь мне нужно исправить все вот здесь. Мне не нравится, поэтому рисуем заново. Ничего страшного, я так еще буду возвращаться не раз. Зажимаю Shift, кликаю в эту точку. И рисуем далее. Здесь я тоже потяну, закруглю уголок, чтобы он острым не оставался. Теперь нужно закруглить этот угол. Кликаю, тяну за манипулятор. Затем выбираю в панели инструментов Direct Selection Tool. Либо можете нажать на клавиатуре на клавишу A. И вот таким выделяющим маневром выделяю вот эти линии до вот этого места. Не заходя на сидушку скутера, да. И затем зажатым Shift закругляю до максимума все углы. Теперь давайте нажмем File, Save As. И назовем наш исходник Nicholas. Окей. И давайте не забывать на протяжении всей работы нажимать Ctrl-S. Для того, чтобы у нас не сбросилась наша работа и исходник постоянно сохранялся. Теперь берем окружность Ellipse Tool. Зажатым Shift рисуем ее. Затем мы обрезаем до вот этого места приблизительно. Переходим в Window. Pathfinder. И нажимаем Divide. Затем правой клавишей мыши Ungroup. И удаляем все, кроме нижнего элемента. Далее нам нужно эту часть поставить вот сюда. Ctrl-C, Ctrl-F копирование на то же самое место. И продублировать влево. Поставить вот сюда. Теперь все вот это вот выделяем. И выбираем пипетку. И заливаем скутер коричневым цветом. Так, вы знаете, мне хочется взять тут больше промежуток, потому что здесь даже на эскизе у меня по-другому. Поэтому я предлагаю выделить эти точки. Опять же, Direct Selection Tool. И зажатым Shift перенести влево. Также вот эту дугу мне хочется взять повыше. И руль побольше, чтобы он вот такой вот был. Более массивным. Вот, так намного мне нравится больше. И теперь мне почему-то хочется немножко растянуть его по ширине. Вот просто деформировать. Потому что... Вот просто так мне хочется. Даже не знаю, как вам это объяснить. Теперь мне нужно нарисовать кусочек пиццы. Ну что, рисуем треугольник. Да, вот просто нажимаем Start Tool. Зажатым шрифтом тянем. И стрелочкой вниз на клавиатуре листаю до треугольника. Затем сужаю его вот так вот. Удаляю вот эту вот точку. Потому что она сейчас нам будет лишняя. Потому что мы сейчас с вами выбираем инструмент Enhore Point Tool. И тянем вниз вот эту линию. У нас получается красивый кусочек пиццы, да? В принципе, можно было так и оставить. Но нет, мы идем дальше. Я хочу ее немножко повернуть, как на эскизе. Она немножко у нас как будет в повороте. Зальем ее сразу оранжевым цветом, пипеткой. Берем этот цвет. И делаем больше. Насколько делаем больше? Ну, наверное, чтобы она была таким же размером, приблизительно, как и скутер, да? Ой, знаете, что мне хочется? Мне хочется, чтобы здесь был вот такой изгиб. Сейчас покажу, о чем я говорю. Не знаю, лишний он будет здесь или нет. Ну да, как-то он странновато смотрится. Ну или хотя бы вот эти две точки хочется увести влево. Вот. По-моему, так значительно лучше. Вот было и вот стало. Да, так больше на скутер похоже. И идем далее. Спицей. Давайте сначала поработаем на дне отдельно, а потом их совместим. Мне так будет проще. Ctrl-C, Ctrl-F. Снова беру пипетку и беру коричневый цвет. Только меняю местами обводку с заливкой вот этой вот стрелочкой. Swap Fill and Stroke. Кликнули. Теперь выбираю толщину. Ну, где-то мне нужно 14. В строк захожу и скругляю углы. Так. Теперь хочу разорвать эту линию. Мне нужно добавить точки. Добавляю здесь точку и вот здесь. Вот эту мне нужно нажать на нее. Direct Selection Tool. И Backspace удалить. Затем Ctrl-C, Ctrl-V. Дублирую вот этот кусочек. Снова Ctrl-C, Ctrl-F. На то же самое место дублирую. Передвигаю вот так вот пиццу. Выделяю их обе. И в Passengers нажимаю Divide. Затем Ungroup правой клавишей мыши. Вот это удаляю. И вот это беленькое оставляю. Точнее оно у нас еще оранжевое. Но я хочу его сделать беленьким. Так. Кликаю два раза на оранжевый цвет. Выбираю белый. И затем на обводку нажимаю. И Arrange Bring to Front. То есть поставить обводку на передний план. Так. Столько-только. Нам нужно чуть выше. Да, белый вот так поместить. И я хочу поставить точку здесь. Здесь. Выбрать пипеткой толщину и цвет вот этой линии. Затем нажать на Enhore Point Tool. И закруглить эту линию. Чтобы она шла у нас по контуру белого кусочка пиццы. Так. Только здесь чуть-чуть у нас точка вылезла. Ее нужно левее. Передвинуть вот сюда. Вот так. Теперь я кликаю по оранжевому кусочку и белому. Ctrl-C, Ctrl-V. Так. Что я делаю? Я разрезаю их. Ungroup. Оставляю только вот этот кусочек. Теперь беру овал. Рисую овал вот такой. Помещаю в это место. Чтобы здесь и здесь у нас образовалась тень на кусочки. То есть, если вы не понимаете, о чем я говорю, сейчас поймете. Я этим овалом просто разрежу кусочек. Выделяю оба объекта. В Pathfinders нажимаю Device, затем Ungroup. И удаляю все, кроме вот этих вот кусочков. Backspace. Теперь перехожу в Fill Color. Два раза кликаю по оранжевому цвету и увожу манипулятор чуть-чуть ниже и влево, чтобы у нас получился тон оранжевого потемнее. И так, выделяю нижний оранжевый цвет и Arrange bring to back поставить на задний план. Немножко криво я поставила. У нас иногда элементы ставятся на ненужное место, потому что программа неправильно нам подсказывает, какое местоположение объекта лучше. Поэтому в View переходим на Snap to Pixel и просто кликаем вот сюда, чтобы галочка снялась с этого параметра. Выделяем снова наши объекты и теперь ровняем по нижнему слою. Можно приблизить, потому что я немного слепая. Вот. Опять же, немножко криво ставлю. Сейчас все исправим. Тут все верно. Тут все верно. Теперь предлагаю нарисовать начинку нашей пиццы. Такую, знаете, образную, так говорю, начинку. Здесь я все-таки использую дополнительный цвет. А может и не дополнительный. Но давайте возьмем пипеткой вот этот цвет, который потемнее, да? Нет, он слишком бледный. Нам нужен красный. Приходим в цветовую палитру и выбираем вот такой морковно-красный цвет. Делаем чуть больше кружочек. Теперь Ctrl-C, Ctrl-V дублирую, уменьшаю, ставлю здесь. Затем Ctrl-C, Ctrl-V ставлю здесь, но делаю еще меньше. Нашу кругляшку. Сейчас эта пицца похожа на кусочек сыра. Но мы сейчас это исправим. Итак, я хочу еще белую точку здесь поставить для разнообразия цвета фигур, да? И затем давайте продублируем Ctrl-C, Ctrl-V этот объект. Выберем Dark Selection Tool. Удалим вот эту одну точечку. Я кликнула именно на нее и Backspace, чтобы остались у нас только вот эти точки. Затем поменяем стрелочкой местами заливку и обводку. Кликнем, выберем белый цвет. Поместим сюда. Так, выберем 3 толщину. И в Uniform выбираем вторую форму сверху. White Profile 1, да? Так, немножко хочу увеличить эту окружность, повернуть. И вот сюда поместить. Так, Ctrl-C, Ctrl-V. Уменьшаем. И помещаем вот сюда. Пока достаточно. Хочу сюда немножко объекты переместить, потому что тут пустовато. Здесь немножко увеличить окружность. И здесь тоже чуть-чуть увеличить. Возьму Ctrl-C, Ctrl-V, продублирую этот маленький кружок. Также я его вот даже чуть-чуть еще уменьшу. И добавлю зеленую точку. Для чего это делаю? Чтобы было разнообразие цветов. И контрастно смотрелись элементы на кусочки пиццы. Так, наверное, все-таки еще больше надо сделать. Здесь поменьше. Нет, здесь все-таки поменьше. Теперь нарисуем вот эти элементы скорости для пиццы. Мы будем сейчас все делать прямоугольниками. Начинаем отсюда. Так, здесь нужно немножко точку подвинуть к уголку. Затем рисуем вот такой квадрат. Ctrl-C, Ctrl-F. Тащим вот сюда. Затем инструментом выделения выбираем все эти объекты. Нажимаем Direct Selection Tool. И за любой кружочек с зажатым Shift-ом тянем. И они все-все у нас закругляются. Я хочу сделать толщину еще больше. Пускай даже будет 18. Теперь видим, что у нас получились вот такие зазоры. Их нужно убрать. Просто кликаем Direct Selection Tool по точке вот этой крайней. И тянем ее на максимальное расстояние вправо. Здесь так же. Давайте еще снизу потянем. Здесь то же самое. И все. Больше нигде нам ничего не мешает. Я еще, знаете, что хотела? Вот, например, взять вот этот элемент Ctrl-C, Ctrl-F. Еще раз Ctrl-C, Ctrl-F. Наверное, еще раз Ctrl-C, Ctrl-F. Точно. И давайте вот так вот три элемента поставим, чтобы, видите, да, один был по центру от этих двух. Теперь нажимаем Pathfinders Divide. Снова режем, разгруппировываем. Удаляем все, кроме центрального элемента. И ставим этот элемент вот сюда. Немножко по высоте уменьшим. Теперь увеличим. Так. Давайте выделим все эти три объекта. В Shape Mode нажмем Unite, чтобы эти элементы превратились в один элемент. И вот этот уголок закруглим. И вот этот тоже закруглим. Теперь можно пиццу помещать на скутер. Давайте выделяем пиццу. Давайте выделяем пиццу. Тащим вот сюда. Только так, чтобы она не заходила за руль. Знаете, что нам теперь нужно сделать? Отодвинем пока это колесо. Выделим все вот эти точки. И отодвинем... Нет, еще отодвинем колесо. Выделим вот эту часть скутера. Отодвинем ее влево. Обратно тащим колесо. Вот так. Тащим, тащим. Помещаем где-то здесь. Теперь Ctrl-C, Ctrl-F. Я вот этот контур дублирую. Просто увеличиваю и тяну вот сюда, вниз. Выделяю скутер. Пассендрж нажимаю Divide. Разгруппировать. Удаляю все, кроме самого скутера. И у нас получается вот такой ровненький пробел. Теперь просто вот этот элемент Ctrl-G сгруппировать. Уменьшаем. Как на эскизе у меня от фары отходят блики. Я решила почему-то не делать. Хотя почему бы и нет. Выбираем Start Tool. Зажатым Shift-ом тянем. И стрелочкой вверх. Вот так вот. Делаем. Ну вот до такой фигуры. Также мне хочется исправить нос скутера. Еще вот так вот его потянуть. Да, чтобы он был более поднят. Итак. Теперь я хочу нарисовать типа дорогу для нашего скутера. Так. Теперь напишем Николас Пицца. Ой, господи. Забываю постоянно где апостроф. Где апостроф. Вот здесь на букве Э. Понятно. Выбираем цвет для шрифта. Вот такой. Точнее для верхней надписи. А нижнее у нас будет цвета вот этих точек. На кусочки пиццы. Николас. Напишем шрифтом. Каким-то, знаете, легким, необычным. Ищем, ищем. На это может идти очень много времени. Вот этот мой любимый шрифт. Но он мне уже надоел. И я думаю, вам тоже всем надоело. Поэтому давайте используем другой. Вот. Вот этот шрифт отлично подходит нашему логотипу. Давайте только Пицца напишем другим. Давайте отцентрируем два текста. По отношению друг к другу. Вот так. И вместе чуть-чуть увеличим. Ну, скажите, да, вот эти вот две буквы... Ой, буква Л. Это же просто личико. Ну. Как бы тут грех не нарисовать глазки. Посмотрим, что скажет заказчик. Давайте, знаете, что? Вот так уменьшим логотип. Кстати, я хотела какую-то небольшую тень. Или цвет какой-нибудь сзади сделать. Вот такой, например, который будет идти... Просто как вот у нас круглый блик сзади, да? Блин, знаете, что мне не нравится? Что вот этот вот руль скутера, да, заходит прям очень близко к контуру пиццы. Так как я так сделала? Я просто выделю точки руля, вот эти крайние. Немножко отодвину. Так. Что у нас здесь что-то испортилось? Нет, но особо что-то, да, ничего не изменилось. Ещё нужно подвинуть вверх, может быть, даже. Вот здесь продлить направляющие манипулятора. Да, так мне нравится намного больше. То есть нажимаем файл, экспорт, сейф for web, оригинал. И называем файл николас1. Сохранить. Просто сохраняем один jpeg файл. Давайте теперь второй с глазками сохраним, чтобы у заказчика был выбор. И называем николас2, то есть 2. Очень английский, не спеша. Но ещё знаете что? Вот мне прям очень-очень хочется деформировать эту картинку. Вот я хочу её вот это вот всё выделить без текста. Да. Затем нажать share2. И вот так вот потянуть, деформировать. Вот как будто она летит, да, вот в скорости наш скутер. Вместе с пиццей, вместе с окружностью на заднем плане. Но вот это же другое дело, мне кажется. Но, опять же, чем больше вариантов мы предоставляем заказчику, тем мы как бы лучше. Николас3 называем элемент. Всё. Ctrl-G группируем и убираем. Давайте удалим цветовую гамму. Давайте поместим эскиз второго логотипа. И приступим ко второму варианту. Думала и думала, и решила, что тут нам нужно побольше ярких цветов. Нужно добавить зелени вот сюда, да, грибочки как бы. Ну, грибочки я, наверное, сделаю белые. Ну, давайте посмотрим. Оставлю сюда гамму за пределами рабочей области. И давайте нарисуем сначала символ, иконку, да, геолокации. Как я рисую иконку геолокации? Проще простого. Просто выбираем Ellipse Tool, рисуем. Затем берем Direct Selection Tool, опускаем вот эту точку вниз. Затем кликаем по ней. И вот здесь конвертируем угол из тупого в острый. Все, есть у нас такая иконочка. Далее я хочу нарисовать окружность. Сразу разрежем наш символ геолокации. Почему геолокация? Да, потому что заказчик хочет показать, что доставляют в любую точку, наверное, города эту пиццу. Идея как бы есть, ее нужно воплотить. Давайте выделим два элемента, нажмем V-Line и отцентрируем. Выделяем два объекта, в Pathfinders нажимаем Divide, разгруппировать и удаляем серединку. Давайте зальем цветом вот таким изначально. Что я делаю дальше? Дальше я хочу нарисовать кусочек пиццы. Пиццу мы рисуем таким же образом. Делаем закругление. Сейчас нужно удалить вот эту точку, постоянно про нее забываю. Она сразу автоматически рисуется с треугольником, как и вот эти точки. Поэтому она нам мешала сделать дугу. Сейчас я ее удалила. И все, кусочек пиццы у нас получился. Ставим его по центру. Давайте зальем его этим же цветом, но... Теперь я хочу CTRL-C, CTRL-F сделать обводку. Здесь убираем заливку и делаем черную обводку. Выбираем толщину 3 и униформ выбираем вот такую. Чтобы она у нас была разной толщины по всему периметру. Перемещаю вот сюда. Как бы съехал у нас контур от объекта. Взять толщину, наверное, 5. А также давайте, знаете, что сделаем? Я добавлю точки вот здесь, вот здесь и вот здесь две. И разорву контур. Удалю здесь и здесь точку. Теперь хочу этот контур сделать вот такой формой. Теперь давайте нарисуем грибочек. Как рисовать грибы? Очень просто. Рисуем вот такой прямоугольник. Затем берем, отодвигаем эту точку вот сюда. Эту точку сюда. Берем N-Hairpoint Tool. Вот так вот делаем небольшое закругление. Это наши ножки грибочка. Можно делать пониже ножку. Затем берем Ellipse Tool. Удаляем нижнюю точку. Замыкаем контур. И я хочу вот эти уголки чуть-чуть закруглить. Выделяем эти точки нижние. И зарядным Shiftом тянем вниз чуть-чуть. Ставим поверх ножки. Опять же, мне все-таки хочется вот эту дугу вверх увести. Все, заливаем это все дело. Нет, преобразовываем в единую форму. И заливаем каким-то вот таким сероватым. Чтобы он не сильно выделялся из цветовой гаммы. Укоротим ножку. Он будет смотреться лучше. И что? Естественно, я хочу продублировать и выбрать вот эту вот заливку. И сместить влево. Далее давайте нарисуем зелень самую разную. Сначала нарисуем листик вот такой. Сейчас сделаем так. А потом закруглим. Вот так, деформируем. Зальем зеленым цветом. Развернем его. Поместим сюда. Ctrl-C, Ctrl-F. Выбираем пипеткой обводку. Меняем форму. И сдвигаем чуть-чуть влево. Нет, это, наверное, все-таки слишком. А может даже вправо сдвинуть. Да, вот именно в этом случае мне хочется сдвинуть вправо. Так, теперь давайте нарисуем колбаску. Колбаска это у нас получается кружочек. Вот такого цвета. А в ней маленькие кружочки на тон посветлее. Похоже на колбаску. По-моему, он похож. Итак, расширяем, увеличиваем. Ctrl-G группируем. И помещаем колбаску вот сюда. Ну, или вот сюда. Куда угодно. Чтобы чуть-чуть заходила на контур. Так будет интереснее. Делаем обводку. Меняем форму. И сдвигаем. Вот так вот. Еще можно чуть-чуть. Но не настолько же. Кстати, нужно повернуть. Чтобы, видите, тут у нас идут как бы на пересечении контура. Поэтому жирный контур лучше пускай будет в другой стороне. Теперь давайте нарисуем зелень, как вот здесь у меня на эскизе. Ставим точки. Как будто рисуем такую елочку в обратную сторону. Теперь выбираем Dark Selection Tool. Выделяем все точки. И тянем зажатым шифтом, чтобы все-все уголки у нас закруглились. Теперь поворачиваем листик. Вот так вот. Зажатым шифтом уменьшаем. Ставим вот сюда. Теперь давайте нарисуем веточки, как бы приправы. Но забыла я название ее. Если вдруг вы меня поймете, напишите, пожалуйста, в комментариях. Так. Меняем заливку с обводкой местами. Выбираем черный цвет. Толщина где-то 3. Униформ. Выбираем профиль 1. И рядышком такая же веточка, но покороче. Закругляем ее в эту сторону. Толщину берем отсюда. И выбираем другую форму. Можно даже чуть-чуть увеличить ее. И так. Ctrl-C, Ctrl-F. Выбираем заливку зелененькую. Сдвигаем чуть-чуть влево. Ставим на задний план. Можно даже вот так сместить. Так. Немножечко вот так деформируем. И вот так повернем. Ctrl-G, чтобы сгруппировать. И помещаем эти кусочки зелени вот сюда. Так. Ну и давайте такими кружочками яркими. Типа изобразим специи. Так. Еще желтенькие сюда. И вот здесь немножко тоже можно заполнить. Им тоже можно было бы сделать обводку, но будет перебор. Надеюсь, вы не считаете, что сейчас уже перебор. Теперь я выбираю окружность. Помещаю ее вот сюда. Нет, даже, наверное, вот сюда. Удаляю вот эту точку, вот эту точку. И все. Остальные оставляю. Меняю заливку с обводкой. Обводку делаю белого цвета. Толщину делаю где-то 3. А также разворачиваю, как мне нужно. Это будет такой небольшой блик у нас. Выбираю форму под номером 4. И толщину увеличиваем. Вот эту приправку все-таки я спущу пониже. Тут у нас много пустого места. А блик мы можем даже увеличить. И развернуть. Вот так. Я считаю, он не перегрузил логотип. Он как-то сюда вписывается. Хочу сместить кусочек пиццы чуть-чуть вправо. Хочу вот эту вот зеленушку продублировать в эти пустые пространства. Все. Отлично. Давайте перейдем к тексту, наконец. Теперь мне здесь отступ не нужен. Переходим в Character. И ставим здесь 0. В параметре Set the Tracking for the selected characters. Выбираем шрифт. Вот он шрифт, который я как раз таки хотела. Кстати, давайте сделаем как в геолокации на карте, да? Вот такую точечку. Сделаем ей прозрачность. Как бы точка геолокации. Пускай у нас тоже будет. Ctrl-C, Ctrl-F. Повеличим чуть-чуть. И разрежем вот эту окружность. Удалим ненужное. Поставим на задний план, чтобы черный не перекрывать. И вот так вот пускай у нас будет такой след от геолокации. Ставим логотип. Точнее текст по центру. И выберем цвет, ну какой? Ну, наверное, красный давайте. Но. Давайте перейдем шрифт в кривые. Сделаем этот текст на серой рабочей области. Ctrl-C, Ctrl-F. Ставим на задний план. Выбираем белую обводку. И выбираем толщину где-то 16. Строк закругляем уголки. Наверное, даже нам нужно сделать 18 или 20. Пускай будет 20. Теперь Ctrl-C, Ctrl-F. И ставим на задний план. Выбираем цвет тоже красный. И обводку также красную. Теперь обводку делаем толщиной 40. Нет, 40 это много. 35, например. Закругляем все, что нам нужно. Теперь мне не хватает белого. Отлично, Настя. Пускай будет 18. Или 20. Пускай будет 20, точно. Теперь нам нужно заполнить вот эти вот пространства. Видите? Вот эти вот точечки. Вот эту заливаем просто белым цветом. Как белой окружностью. Просто закрываем все недочеты вот здесь. И вот здесь. Выбираю желтый цвет. Где он у нас тут? Ну вот такой. Пипеткой выбираю. Нам нужно с вами сделать ему обводку. Но обводку мы сделаем другим цветом. Чтобы отличалась от заливки. Сделаем потолще. Где-то вот 9. И теперь align stroke. Выберем stroke to inside. То есть внутрь шрифта. Делаем обводку. Вижу, что это слишком толсто. Делаю теперь обводку 5. Да, пускай будет 5. Перехожу в object. Pass outline stroke. Чтобы обводку преобразовать как бы в объект. Чтобы это был не контур, а объект. В passenders нажимаю divide. Чтобы все у нас разрезалось. И выбираю ungroup. Теперь выбираю задний вот этот цвет буквы S. И нажимаю set similar objects. Чтобы выбрались, отметились похожие элементы. Они мне не нужны. Я их удаляю. Николас. Вот тут у нас тоже еще не удалились какие-то элементики. Выделяю, проверяю. Вроде все. Беру овал. Немножко его поворачиваю. Ставлю. Вот так. Мне нужно повернуть. Выбираю этот овал и эти буквы. Режу. Разгруппировываю. И удаляю ненужные. А что нам не нужно? Нам не нужна вот эта вот нижняя часть букв. Теперь у нас остается то, что как раз мне нужно. Выделяю эти буквы и переношу вверх. Вот такой у нас веселый текст получился. Мне нравится. Он очень хорошо смотрится с иконкой логотипа. Теперь нам осталось написать пицца. Давайте эскиз я удалю. Он нам уже не нужен. Пишем пицца. Выбираем шрифт. Хочу добавить вот такие черточки, чтобы соблюдать ширину логотипа. И давайте поставим вот такую форму черточек. Отзеркалим. Точнее продублируем и отзеркалим по вертикали черточку. Переносим сюда. Пицца. Теперь я вижу, что мне хочется немножко уменьшить строк. Давайте закруглим все углы. Видите, вот у нас тут с обводкой получается вот такой уголок вылезший. Мы переходим в строк и выбираем вот эти параметры. Мне так он нравится. Правда. Я так люблю яркие логотипы. Мне кажется, вышла конфетка. Пишите в комментариях, как вы думаете. Даже если вам что-то не нравится. Мне тоже очень интересно всегда читать. Давайте нажмем файл export.safe.web. Original. Назовем Nicholas 4. У нас как бы было, да, уже раз, два, три. Да, теперь 4 назовем. Сохранить. Группируем. И переносим вниз. Переходим к разработке третьего логотипа. Сначала я хочу написать текст. Пишем Nicholas. Убираем эти отступы. Характер 0. Выбираем цвет. Цвет хочу такой, знаете, бордовый. И ищем шрифт подходящий, который похож на шрифт в моем эскизе. Вот этот мне больше всего нравится. Давайте сразу я его приподниму вот так вот. Давайте посмотрим, какие вариации есть написания этих букв. Это чаще всего в рукописных. Я сначала запятую уберу. Так. Ну вот эта буква S мне нравится больше всего. Теперь подумаем над буквой N. И правой клавишей мыши Create Outlines. Давайте поработаем над буквами. Теперь сами. ангрупп разгруппировать. Знаете что? Нужно изменить букву K. Нужно сделать вот такой хвостик. Иначе очень много присутствует линий. Это некрасиво. Хочу удалить вот эту точку в букве I. Она мне как-то не очень нравится. Сейчас нарисуем ее заново. А пока что давайте Ctrl-C, Ctrl-F продублируем букву N. И той, которая сверху, мы ничего не будем делать, а которая снизу сделаем белую обводку. Ее мы не видим сейчас. Все, я поняла. Нужно букву K на задний план. Вот как раз такая толщина мне подходит. Теперь нужно нарисовать точку в букве I. 100% нужно отодвинуть вот эти три буквы вправо. Вот так вот. Даже чуть-чуть сделаем. А теперь можно рисовать свободный хвостик, потому что мне мешало то, что нет расстояния. Так, вот. Секундочку. Теперь все отлично. Давайте объединим хвостик с буквой L. Unite нажмем. И вот этот уголочек закруглим. Теперь рисуем половинку пиццы. Рисуем такую окружность. Делаем ей обводку черную. Толщину увеличиваем. Вот эту точку удаляем нижнюю в окружности. И вот сюда опускаем пиццу. Пиццу наклонять мы не будем, наверное. Или будем? Ну, наверное, нужно чуть наклонить. Делаем толщину 9. И выбираем вот такую форму. Ставим здесь такую линию. Здесь. И вот здесь. Нарисуем помидорку. Рисуем окружность зажатым шифтом. Ctrl-C, Ctrl-F. И выдвигаем вот сюда. Выделяем. Заливаем красным цветом. Unite. Все нужная форма у меня есть. Теперь Ctrl-C, Ctrl-F. Уменьшаем эту фигуру. Так, посмотрим на нее отдельно. Так, Ctrl-C, Ctrl-F. Так вот деформируем. Или же просто. Просто вот так вот обрежем. И поставим вот сюда. Делаем на том темнее. Эту частичку внутреннюю помидорки. Чуть-чуть закругляем уголки. И вот такую делаем дугу. Увеличиваем помидорку. Вот такие овалы нам нужны. Сделаем их желтенького цвета. Ну, такого, знаете, чтоб не яркого. Вот такого приблизительно. Как раз таким цветом мы еще сейчас делаем грибочки. Давайте еще добавим грибочек. Только в этот раз сделаем немножко другой. Пускай он будет в этот раз такой кругленький-кругленький. Вот такой вот у нас будет шампиньончик, да? Берем цвет с семочек нашего помидорчика. Уменьшаем. Уменьшаем. Ctrl-C, Ctrl-F, обводка, форма. И сдвигаем. Ctrl-C, Ctrl-V. Такой же грибочек помещаем вот сюда. Вот сюда. Все. Ctrl-S, сохраним то, что у нас есть. Далее мне нужно написать пицца. Отцентрируем с пиццей. Так, мне нравится такое центрирование, потому что здесь буква N выходит влево больше, чем справа текст. Но если я сдвину текст с пиццей, будет тоже смотреться непропорционально, потому что хвостик у N у нас немножко нарушает визуально центр. Так, теперь нам нужно, да, вот такой флажочек сделать. Делаем так, делаем так. Тянем сюда. И делаем красную обводку. Вот этому элементу потолще, естественно. Где-то лучше 5. Вот так, отлично. Теперь я хочу в букве N вот здесь добавить такой элемент. Все, на этом я хочу закончить этот логотип. Он немного, мне кажется, проще и светлее, что ли, чем остальные логотипы, но в нем тоже есть свои изюминки, как я люблю говорить, да. Теперь я хочу сверху добавить текстуры. У меня есть текстура, которую я делала сама. Я оставлю в описании под видео ссылку на ее исходник. Выделяю небольшое количество вот такой текстуры. Она сейчас у меня черная, я ее залью белым цветом. Также мне нужно сделать прозрачность. Нет, это слишком, где-то 70. Нет, 85. Да, так лучше. И растяну логотип вместе с этой текстурой чуть побольше. Да, мне очень нравится. И я надеюсь, заказчику тоже понравится. Это у нас будет пятый Николас. Добрый вечер, Виктор. Взгляните, пожалуйста, на эти варианты. Я вам сейчас предоставляю четыре. Ой, господи, три логотипа. Если вам ничего не подойдет, я разработаю вам четвертый лого. Обычно я часто отправляю три логотипа заказчику для того, чтобы он посмотрел на логотипы, сказал, что ему нравится, что не нравится, сказал, в той ли я стилистике двигаюсь или не в той. И чтобы, если ему ничего вообще не понравится, четвертый логотип я нарисовала уже исходя из его замечаний. Потому что если я нарисовала бы сейчас сразу четыре логотипа, и он бы мне сказал, нет, типа, они один не подходят, я бы попросила его доплатить за еще один вариант. Все, прикрепила пять вариантов логотипа. Давайте на них еще раз посмотрим. И будем ждать ответа. Я забыла апостров. Заливаем этим цветом, ставим вот сюда. Разрывать я буквы О и С не хочу. Как бы и так понятно будет, что там апостров. Так смотрится, как единое слово. Если я разорву букву С от буквы О, уже будет совсем-совсем не то. Вот такие у меня стихи. Пересохраняю. И заново прикрепляю Николас 5. Доброе утро, ребят. Заказчик нам ответил только на следующий день. При том, что вчера, когда я отправила сообщение, он прочитал его сразу. И молчал всю ночь. Я уже подумала, что ему ничего не понравилось. И уже была готова к тому, что нужно делать новый логотип. Оказывается, заказчик просто не мог определиться. Давайте почитаем, что нам написал. Насчет глаз в буквах нет. Ну, я, кстати, подозревала, что мне так напишут. Не могу определиться между первым и последним логотипом. То есть вот этот логотип с пиццей на скутере. И мой предложенный вариант логотипа. С геолокацией отмена. Давайте все-таки третий логотип. Он стильно смотрится. Крутая работа. Рад, что нашел вас. Очень приятно. Только можете вот этот флажок, который вокруг надписи пицца, сделать тоже черным. Без проблем. Давайте сделаем. Помним, да, что у нас здесь с вами вот такая текстура. Давайте пока ее отодвинем. Давайте сразу поменяем всю обводку в объект. Выделим все наши линии. Перейдем в Object Pass Outline Stroke. Проверю, все ли я выделила. Да. Теперь переведем в кривые линии слово пицца. Это слово у нас давно уже переведено в кривые. Все, давайте красный преобразуем в черный. Только не совсем черный, а такой темно-серый. И вот эти все обводки вокруг объекта, которые мы сдвигали, я тоже отмечаю и перевожу из обводки в объект. Для начала удалю вообще с рабочей области текстуру эту. Нажимаем File, Export, Save for Web. Сначала давайте просто сохраним JPEG. Nicholas так и назовем. Теперь давайте сохраним Save for Web снова Original, но уже IPG24. Сохраняем. А теперь давайте сохранять исходники. Нажимаем File, Save as. Выбираем формат AI. Сохранить. Да, заменяем, потому что у нас уже есть такой исходник. Окей, здесь ничего не меняем. Теперь снова File, Save as. И сохраняем файл SVG. Многие типографии требуют именно этот формат. Теперь нажимаю Ctrl Z, чтобы вернуть текстуру. Мне пришло сообщение, давайте посмотрим. Как видим, заказчик попросил сделать потертости только на главной надписи. Хорошо, без проблем. Давайте выделим нашу букву. Не забываем про апострах. Ctrl C, Ctrl V. Тублируем. Затем в Pathfinder, в Shape Modes нажимаем Unite. Помещаем текст на текстуру. Выделяем вместе с текстом текстуру и нажимаем Make Clipping Mask. Теперь просто все выделяем и помещаем сверху красного текста. Все, теперь текстура у нас только на Николас. Давайте сохраним теперь этот исходник. Нажмем файл Save As, выберем IE и назовем Николас Textura. Окей. Теперь сохраняем JPEG и PNG. И давайте SVG тоже сохраним. И пишем текст. Прикрепила логотипы на белом фоне в формате JPEG, а также на прозрачном фоне в формате PNG. И исходники из программы Adobe Illustrator в формате IE и SVG, которые подходят для печати любых размеров. Так, 50% нам... А, нам же заказчик 100% оплатил. Боже мой, как бы я сейчас опозорилась, если бы я написала, оплатите еще 2 500 рублей. Кошмар. Тогда пишу спасибо за сотрудничество. Удачного вам дня и хорошего вечера. Если еще понадоблюсь, обращайтесь. Отправляем, ждем ответа. И снова здравствуйте, я не успела отойти. Мне написал заказчик. Спасибо большое вам. После работы оставлю отзыв. Обычно, когда так говорят, отзыв не оставляют. Но это не потому, что человек какой-то плохой. Просто потом забывается. Я знаю по себе. Обращусь еще не раз и буду советовать. Это главное. Все, заказ закрыт. Мне правда очень приятно, что вы меня смотрите. Я читаю каждый ваш комментарий. Это для меня как отдельная маленькая мотивация. К сожалению, обстоятельства сложились так, что я не могу выпускать чаще видео. Но я буду стараться. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.